Похвалить и покритиковать современное строительство, вспомнить о трудовых подвигах и дать наставления молодым. Заслуженным и почетным строителям Российской Федерации в преддверии профессионального праздника встретились волонтеры Подмосковья и химкинские депутаты Артур Каримов и Валентин Герасимов. Путь-то ваш очень знаменит. Та дорожная карта, тот послужной список, где вы работали, не случайно вам дали почетного строителя. Один из гостей – почетный строитель Владимир Лоскутов, на счету которого не один десяток объектов по всей стране. Например, он строил дома в Брянской области для переселенцев из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Однако самыми интересными объектами в своей карьере считает реконструкцию Шамардинского монастыря и Оптина-пустынь, а также возведение Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины в Санкт-Петербурге. Сейчас химкинский строитель на пенсии, но его знания и опыт до сих пор востребованы. Как я говорил, диванный строитель. Звонят и звонков много. Обширная у меня аудитория. Много с кем я общаюсь. Очень много. А вот Алексей Овчинников в профессии с 91-го года и уходить на пенсию не собирается еще долго. За участие в реставрации музея-заповедника Царицыно был удостоен звания заслуженный строитель Российской Федерации. Сегодня Алексей Овчинников возводит объекты в Красноярске для нефтяников. Есть на его счету застройка и в Химках. В Химках я работаю очень долго. Мне город всегда нравился. Я здесь работаю с 97-го года. Если меня руководство отправляло на Химки, я все время уделял максимальное внимание. Допустим, застройка была в Подресково или застройка в Путилково. В кульминации встречи заслуженного и почетного строителей Российской Федерации поблагодарили за труд, поздравили с профессиональным праздником, вручили благодарственные письма. Приятно видеть, что в нашем городе есть такие люди, есть ветераны строительства и есть действующие строители, которых мы сегодня отметили и выделили на нашем небольшом круглом столе. Отметим, что оба строителя проживают в Химках более 20 лет. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, Новости Химки ТВ. Прямо, да.